с время суток и у нас уже вторая будет 6 1 серия ну вот мы и забрали добрались до зоопарка который находится в доникске один из таких больших который считается больше там от пеликанчики у нас сидят она цапля да вон там и все то есть но погодка все не замечательно вчера был дозит так что все прекрасно красиво да красиво все выглядит стали конечно пораньше чтобы успеть побольше ну как обычно то есть получается ну и вся суть зоопарчика тут как бы получаете парковочка около зоопарка она обходится на 12 часов 26 злота в принципе не так и криминально это примерно на еврике перевести это где-то получается около 6 что-то евро он стоит даже он к столько не знаю будет ли ее видно она так с травой хорошо сливается ну вот пойдем пойдем посмотрим это вроде как самый большой польский зоопарк считается но и заодно сравним что у нас вообще как он с рижским зоопарком насколько у нас есть разница но разница я уже вижу колоссальная тут не такие маленькие варьеры как у нас для животных он жирафы здоровенный варьер то есть есть чему очень сильно водичка даже одну ручеек организован ну скажу так сильно отличается достаточно уже и площади вообще как бы графика и кстати вольер у нас так сравнить с рижским зоопарком ну в раза два побольше и что они сразу добавили к жирафам зебр тоже он вместе все сидят нормально бегают он там бегают вон то есть тут достаточно это повеселее животные повеселее бегают 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 но вот мы наблюдаем впереди тапира кушащего а по правую сторону там капибара сидят валерчик такой большой большой нет достаточно так сделано удобно посмотреть достаточно красиво ну вот небольшая карта зоопарка вижу перед глазами это вот если так вот сравнивать размер павильона где содержится наш один любимый бегемот не повеселиться в грязи а сам в дальнем углу в теньке лежит он там вот вот такой вот размер у нас это ну совсем в риге не очень и тут что-то у нас уже пока не видно может внутри ты попробуй найди но это как бы чисто не считается аллея попугаев но мы зайдем еще внутрь посмотреть там это концу ближе кто-то кричал сейчас посмотрим да они видно все в помещение а вот прекрасное красивое такое создание а вот мы зашли здесь у нас находится в основном животное точнее птицы красавец они все в основном то в помещении то на улице двигаются то есть такого что попугайчики запряты в одном помещении нету. Они к друг другу, кстати, перелетают еще. Ну, как-то у нас место для прокодила, я скажу. Вон, прокодил какой-то тут у нас. Откуда он? А. Ну и вот, у меня как-то место не особо жалуют. Ну, есть выход какой-то на улицу, но что-то маловато. Вот еще большое помещение под птичек. Вон, наверху сидит. Красивенький такой. Ну, попугайчик. Красиво, прекрасненько. Вот. Черепах, конечно, тут побольше. Разнообразные. Вон, спят. Ну, змейка у нас один хвостик. А, это рептилия. Даже не змея, извиняюсь. Вот только хвост торчит. Ну, это вот само все помещение такое большое. Вон у нас. Сейчас попробуем подзаснять. О, красиво. Вон еще у нас сидят два. О, попался. в объектив. Значит, посмотрела. Он еще один занимается чисткой перышек. А, извиняюсь, там их двое. вон. Вон. Это бывает. Что ты это делаешь? Я нахожусь тепливо смотрела. А мне, да. А это мы наблюдаем вольер кошачьих. Немножко пройдемся. Это вот такой вот маленький вольер для кошечек. Где-то тут они должны быть. Искали мы тут искали. Где там? А, вон, вдалеке лежит там вот. Это у нас вроде как что у нас будет? Леопард что ли? Сейчас посмотрим. Ну, вольерчик, конечно, такой здоровенный, большой, сделанный. Гепард, вон, 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 он меня заметил. Но там не видно. Попробуем подойти еще с другой стороны посмотреть. Вон, глазки-то открыли. Попробуем подойти еще с другой стороны. Происходит трапеза. Слоник. Пока мы обнаружили две штучки. То, что у нас в принципе в Рижском зоопарке их отсутствует нету. Хоть показали здесь детям, что такое значит слоник. Он, кстати, меня что-то заметил. У них, кстати, очень хорошо развита память. Они очень долго и хорошо запоминают людей. Если ты обидел слона, он может это припомнить и через 20 лет. Так что не обижайтесь слонов. А почему у него вот эти рода погибнем? А у него уже там нету. Знаешь, то есть... Ну и сейчас вот будет происходить кармалиния. Они все готовятся. Как много мест у пингвинов тут. Большой здоровенный вольер. А там вот они спрятались. Усюбаюсь. В кунстве что ли? Вот тут они целый вольер здоровенный. Очень много. Вон, наверху сидят. Да, как я лоханулся, позвав их с кунцами. С кунцами? Ну так они там вначале сидели. Хвост такой же большой, красивый. А они тут бегают как эти. Наши любимые кенгуру. Австралийские. Вон они, на полянке все. Собрались, отдыхают. Ну, вольер поместит всем в Риге. Так сказать, поесть. Ну вот моя порция, порция или иной там плюс попить и сладкое. Нам обошлось где-то примерно 33 евро отдали. Ну, в принципе, так что за публичное место это хорошая цена, недорого. Можно кушать. Достаточно вкусно. Котлетку уже попробовал. Хорошая котлетка. Картошечка вкусненькая. Замечательно. Замечательно. Котлетка. Котлетки. Когда сядет. Котлетки. Полтышке. красивая кися она спать решила но что-то обезьянки все попрятались никто не вылазит но дождик сейчас у нас ливанула немножко все подмокли и видно обезьян это не очень воду любят и они решили спрятаться но ни одно не вида но там натоптана может чуть позже увидим но а и и и и и и и и Ну, какая маленькая. Играет музыка. Еще премия жопарки. Здесь еще есть также тропа с динозавриками. Но тут достаточно красиво можно пройти. Вот мы видим первого экземпляра. И вот по тропинке здесь по лесной проходится. Вот еще у нас стоит. И по тропинке по лесной можно пройти, посмотреть. Знаете, все чудо. А также там еще есть, если вернуться назад, там будет. Также сразу прямо сюда можно полазить, как у нас в Риге. То есть, ну, точнее, в Латвии, в Сигул, в Межопарке. То есть, аттракционы ползаешь по веревочкам, ну, по деревьям, типа как на высоте над землей. Тоже устаешь, отдыхаешь, ползаешь. Ну, весело-весело. Мы видим у Волка, правда, но не очень он там. О, он по кругу бегает. Говорил парк. Так же самое, как у нас в Межопарке, но... Вон, с той стороны получится, конечно, видно. О, ты сюда залезешь на вас. Вот так вот. Окей. Он спят у нас два. А один тут под носом хомячит. На, хомячит, хомячит, хомячит. А он еще там вот тоже два спят. Какие клыки большие у него, посмотрите. Прекрасный водопад. Прекрасно смотрится, вот пошли покушать. Обыкновенный зубор европейский. А здесь мы наблюдаем верблюдов. Зоопарк красивый. Прикольно посетить его. Но надо так рассчитывать, что, в принципе, на одно посещение этого зоопарка у вас уйдет целый день. Ну, зоопарк достаточно большой, красивый. Есть где посидеть, есть где поесть. Можно с собой что-то взять, попить. И берите больше воды, потому что реально воды надо... Если вот солнечная, жаркая погода, вот это пить. Пить надо много. Пить надо много. Лама залезла. А это вот вся территория для верблюдов. Которая двухгорбая. Но здесь где-то у нас должен быть лёвик. Но мы лёвика так и не можем найти ни внутри, ни наружу. Там вот ещё целый вольер для зимы его. Вот он. Фото лёвика нашего. Но, к сожалению, мы его пока не нашли. Так вот. Ну, наверное, сегодня у нас зоопарк заканчивается. Очень красивый. Советую посетить, не пожалеть время. Но у нас реально посетение зоопарка вышло порядка 8 часов. И то мы старались побыстрее. Как у кого будет. Ну, не знаю. И, кстати, вот здесь можно вот такие монетки здесь получить. Разнообразные. Вот так вот. Мы находимся на данный момент в парке Олива. Ну, как бы и парк немножко тоже называется в честь, как бы, ну, может быть, и одно или другое, короче, в честь района Олива. Один из самых очаровательных районов Даньска. А в последнее время он также стал растущим деловым центром. В Оливе вы можете посетить красивый Оливский парк, дворец Аббата, Оливский собор и подняться на Хомолом Палека, чтобы увидеть панораму Даньска. Еще одна достопримечательность является зоопарк, который мы сегодня также сегодня посетили и пробыли в нем достаточно очень много времени. Порядка восьми часов отгуляли. И нам понравилось. Это тихое, замечательное место, где можно пойти и погулять в парк. Красивый. Здесь много людей, все-таки довольны, отдыхают. Здесь разнообразные скульптуры. Также мы вот впереди наблюдаем беседку. Красивая, прекрасная беседочка, в которой можно, наверное, присесть. Это центр парка, так скажем. У него есть свой прудик, в котором прекрасно мы можем увидеть уточек. Потому что как парк, да и без воды, прудик красиво обустроен. Да, он немножко такой в небольших размерах, но красиво. Особенно у этих лазуточки. В парке достаточно много красивых скульптур. И также вот достаточно такие громадные, здоровые, толстые уже вековые деревья. Вон, можно, посмотрите, вот. В котором уже, да, наверное, может и под соточку. Вековые дубалы. И еще даже стультура. Красиво. Намешано достаточно много разнообразных архитектурных решений. И японское, и только чего вы не найдете. Очень красиво. Здесь достаточно живописно. Много народу ходит, посещает данное заведение. Он большой. И основан где-то порядка, ну, в 18 веке, в том виде, который он сейчас. Площадь данного парка, погорядка, 11 гектар. Вот немножко из японского стиля взята. Она в японском стиле. Красивенько, так замечательно. Вот эти усадьбы. Красиво. Все оформлено. Придерживается в достаточно хорошем порядке. Ну, и вот мы можем лицезрить дворец Абатов. Этот дворец в стиле Рокко был построен в 1754-1756 годах. Абатом Яцеком Рабинским. Сегодня внутри находится ресторан и музей современного искусства. Вход находится с другой стороны здания. Ну, что. Красивая территория вот этот Абатов. Очень-очень красиво. Они такой вот все сделали. Все удерживается в ухоженном состоянии. Приятно на это посмотреть. Красиво так. Пальмовый, так сказать, домик. Сделанный из стекла. Достаточно такое красивое сооружение. Также при нем находится все засвещает нам свет. Да. О. Здесь у нас куча всяких пальм. О. Ну, да. В общем, он был на реконструкции. Сейчас вроде работает. Рядом с пальмовым строением достаточно так. Такой. Пройдемся. Записненько так. Интересненько сделано. Антуражненько. С изюминкой. То есть. Ну, мне понравилось. Такой. Да. Вроде заросся. А вроде нет. Так все запланировано. Так должно быть. Красиво так. Мне понравилось. Так вот побродить. Ну, народу сейчас уже у нас пять часов по местному. И народ уже пришел погулять. Вот, кстати, сам вот этот пальмовый домик. Он высокий. Стеклянный. И в нем пальмы. Особой информации про него не нашли. Ну, красиво. Да. Внутри. И он был на реставрации. Сейчас вроде работает. Можно посещать. За денежком. А так здесь обалденно красиво. Они находятся с двух сторон. Одна слева. Другая справа. И суть этих пища, что если прислониться к стенке и шепотом сказать, то в другой стороне будет прекрасно. Это слышно. Если посередине не будет никакого этого преграды. А если будет преграда, вы не почувствуете данный эффект. Ну, так вот. Прикольно такое место. Правильно, прямоугольный. Разница заключается в том, что в начале он уже, а в конце шире на целый метр. И раньше, когда впереди там не было дороги, можно было присесть. И было такое ощущение, что этот пруд впадает в море. Ну, все меняется. Все зарастает. Растет. И поэтому получается достаточно. Ну, красивое такое вот знаменательное место. Памятник. Вот, красивая достопримечательность. Смотрите, вот это вот мне понравилось, как он под конус так красивенько сделано. Кстати, что я собирался рассказать в этой серии. По поводу, как нас немножко кинули. То есть, ну, спокойно все в порядке. Мы прошли контроль в Риге. Сели удачно в самолетик. И полетели мы в Даньск. Парапорт международный. Долетаем, значит, мы до Даньска. До этого списывались транспортной компанией, которая обещала нам предоставить машину. То есть, все в порядке. Все заплатили. Все хорошо. Приезжаем. Обещают, что нас будет ждать специально обученный человек. Объяснить до машины. Довезет до машины. Выдаст машину. Мы у него возьмем еще дополнительно детские кресла. И все будет замечательно. Но, оказывается, все наоборот. Мы прилетаем. А никто нас не ждет. То есть, даже спрашиваю заранее, каким рейсом. Ну да, рейс еще чуть пришел раньше. Но результат-то оказывается нулевой. То есть, начинаем искать, кто вообще этим заведует. Смотрим. Ну, вроде похожая компания. Идем, становимся в очереди. Там человека оформляли. Обращаемся. А она созванивается. Это вроде не они. Звоним по телефону, который указан. А указан телефон совсем другой фирмы. И получается, что облом мы никак туда попасть. Не можем никаким богом получить машину. То есть, заказывали машину через букинг. И вот так вот мы пробегали. А потом нас еще, кстати, дозвониться не можем. Нас отправили в другую компанию. Мы обратились к ней. Они сказали, что типа я это компания. Но обратились в ту компания. И так говорит, тоже это не наша компания. И вот бегали мы так примерно от компании до компании в течение часа. Но хорошо, что с нами кто едет уже резервируется в Италии. Подобную компанию машинку. И мы вот взяли и остались вроде пока довольны. Но это не вся история. У нас приключения в первый день продолжались дальше. Жалко, я не заснимал. А это я расскажу уже в следующей части. Когда мы посетим что-нибудь еще. Так что смотрите третью часть. Или четвертую. Я уже тут собьюсь, боюсь. Ну попробую сделать немного частей. Но материала много отснято будет. Так что слушайте. Я обычно буду в конце рассказывать всю историю. Собор Воливия. С чего началось строительство данного парка. Как основополагающее был данный собор. Он красивый, большой. Красивенький. Красивенький. Как так, так, так. Такого. Это вот его территория. Очень прекрасное место. Ну надо что-то на голову. Я такой. Ставьте лайки. О, это где-то. Поехали в поле. Как планировать. Боже, что-то на голове. А что-то красивое. Ну ладно. Правильно. Смешно. Все так. Мне кажется. Восторop. И вот красивейший аргон. Очень красивое такое место, тихое. Для исповеди, причащение. Очень красиво. Также есть продвинутая технология, аппарат для пожертвования. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А, и тут настоящий польский костел Очень красиво Святое место Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok